На камеру я не пойду сниматься. Я еще раз говорю, на камеру я не пойду. Я не хочу на камеру сниматься, чтобы мне бабка видела. Моля бабушка, я не хочу моё займать. Она смотрит, скажи новость, не дай бог, мне там что-то. Попасть в объектив видеокамеры для него страшнее смертной казни. Мужчина точно знает, нет ему прощения в глазах отураченных пенсионеров. Стыд и страх овладели им, как только он представил, что его лицо с экрана телевизора увидит 7 обманутых жителей прикольного возраста. Он целитель, он же медик, он же социальный работник. С каждым эпизодом преступной деятельности злоумышленник придумал различные схемы махинации. Однако мариупольские милиционеры не позволили долго разгуливать ловкому мошеннику и вору на свободе. Данный молодой человек, который был задержан, находил в жертву преступления с помощью почт. Выслеживал, когда пенсионеры приходят на почту, снимают денежные следства. Он их сопровождал, представлялся врачом. Говорил, что может помочь вылечить, есть у него знакомые, входил в их доверие. Этим способом он похищал у них денежные следства. Чтобы войти в доверие к людям, 35-летний фигурант совмещал множество профессий. И оперативники-исследователи признают, имеют дело с настоящим артистом. Для последственного каждый факт, как новый сценарий к премьере спектакля. А разыгрывал он свои талантливые постановки, где придется. Так в последний раз дал спектакль прямо на улице. Злоумышленник, находясь во дворах пятиэтажных домов Ильичевского района, встретил пожилого мужчину, которому представился якобы, что он является врачом частной клиники и может ему оказать помощь в лечении зрения. Так как данный мужчина находился в очках, в связи с этим он ему рассказал, что может ему оказать помощь. После чего сказал, что зрение он сможет ему вылечить по низким ценам. И предложил ему поехать прямо сегодня провести операцию на глазах. Вошел доверие пенсионеру, после чего они пошли в банк, где пенсионер со счета снял деньги в сумме 4 тысячи гривен и отдал же нашему злоумышленнику. Злоумышленник попросил его подождать возле подъезда, что он подъедет, сейчас машина его заберет. После чего, естественно, ушел. Пенсионер его не дождался. Полученные деньги артист-мошенник потратил на свои нужды. А в кабинете у следователя стал жаловаться на жизнь. Мол, не так просто честным трудом обеспечить свои необходимые блага. Вот и пришлось прибегнуть к искусству. В данный момент фигурант проверяет на причастность к другим правонарушениям на территории всего города Мариуполя. Как поясняет фигурант, он хорошо владеет психологией человека и этим он пользовался. В настоящее время по всем фактам открыты уголовные производства по части 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража и по части 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, которые объединены в одно производство. Фигуранту грозит максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Фигуранту грозит массива. Фигуранта грозит.